Всем огромнейший привет! Хочу сегодня показать подарочки, которые девчонки подарили мне на день рождения. Я настолько благодарна всем, кто вспомнил, что у меня день рождения или увидела и не прошел мимо, если можно так сказать, поздравил меня. Мне было действительно очень-очень приятно, и я получила массу подарков. Просто вообще душевные такие подарки. Конечно, я хочу поделиться этими подарками с вами. Я не буду показывать подарки, которые связаны там с сладкими составляющими, шоколадки и еще раз шоколадки, и шоколадные конфеты. Все было жутко вкусно, мне это все очень-очень вредно, абсолютно противопоказно, но при этом я их слопала тут же за один присест. Поэтому показывать-то, короче говоря, и нечего. Покажу в основном только то, что рукодельное, так как нас интересуют рукодельные видео. Поэтому я думаю, что рукодельные подарочки будут интересно посмотреть. Елена цвет, моя линуля любимая, она мне подарила такое полотенечко интересное с морковками, так как у меня есть фартук с зайцами вышитый. Может быть где-нибудь даже ссылочку вставлю. Если не видели, загляните, посмотрите, как я вышивку вставляла в фартук. По-моему, замечательное кухонное полотенце. Спасибо тебе, линуля. И таких вещей, как мы всегда знаем, не хватает в хозяйстве. И она сделала мне буквально царский подарок. Вот такой еще подарочный сертификат в Леонардо. Очень мне было приятно. Я могла выбрать все, что мне, естественно, захочется. Или, ну, надо сказать, я уже, конечно, их просадила, эти деньги в Леонардо. Мне пришла посылочка от Танюши Галкиной. Танюша тоже мне много всего вкусного вложила. Конечно, я все уже съела. Там был какой-то элитный абсолютно шоколад. Немоверно вкусный. А орешки и изюм в шоколаде, ну, просто сумасшедшие были, я не знаю. Я думаю, что если войдет в привычку дарить сладости, то я просто умру, наверное, от сладкого. Мне так кажется. Но кроме всяких вкусностей, я еще получила от Танюши вот этот комплект тканей. Она показывала, что она, по-моему, их покупала в Канаде. И действительно очень симпатичные ткани мне понравились. А я думаю, что ткани всегда пригодятся в каком-то изделии. Это уж точно обязательно. Потому что, когда начинаешь подбирать какие-то ткани, то этот процесс, во-первых, мучительный. А во-вторых, нужно иметь выбор. Для того, чтобы получился, наверное, хороший результат, нужно иметь выбор. Поэтому, Танюш, спасибо тебе огромное за такой выбор тканей. Я думаю, что они не залежатся в майнаре. Вот у меня почему-то такое ощущение. Кроме того, Танюшкин мне положила вот эту вот, вот эти вот пуговки, красивые пуговки. Пуговок у меня тоже очень много. И я пуговки стараюсь всякие интересные подкупать. Потому что в процессах потом они идут очень хорошо. Мне нравится. Поэтому вот такие симпатичные пуговки, очень летние расцветки. А вот эти даже такие большие. Мне очень нравится этот размер. Мне кажется, если что-нибудь на сумку, вот на такое большое изделие применить пуговку, будет очень красиво смотреться. Танюшкин еще сделала мне вот такую вот рукодельную тыковку. Чудесная вот эта тыковка досталась мне. Она очень красивая, украшена бисером. Вышита просто безупречно. Танюш, спасибо тебе огромное. Мне очень было приятно получить эту тыковку. Так как я на нее запала еще в инстаграме. Но я не буду показывать такие подарочки, как блокноты. Я уже просто все припрятала, все убрала. И сейчас, наверное, сложно будет что-то найти. Хочу еще показать парочку вещиц. Я получила их от Виктории из Кудра. Но еще не показывала. Виктория, если помните, выиграла в конкурсе. Размер имеет значение. И я отсылала посылку. В ответ она мне прислала небольшой наборчик от Пермин. С прекрасным льном от Пермин. У меня, кстати, от Пермин не было еще наборов. Используя этот лен и ниточки, можно, конечно, вышить и тот узор, который дается здесь производителям. Спасибо большое, Виктория, что ты мне дала шанс попробовать эту фирму. Мне будет очень приятно что-то из этого сделать. Потому что, действительно, нитки очень красивые. Кстати, это нитки не мулине. Это нитки, судя по всему, Перле. Так как очень похожи на ирис нитки. Замечательно. Но они очень насыщенные. И я прямо вижу какой-то новогодний сюжет на этой салфеточке. Это обязательно. И, кроме того, в посылочке была такая, можно сказать, коробочка сокровища. Когда ее открываешь, и там лежит крейник. 002J. Ниточка номер 7. Это 5 метров. Такой крейник, я думаю, хорошо им вышивать, например, выкладной нитью что-нибудь. А-ля очки для Санты. Просто супер. Спасибо тебе, Викуля, огромное. Я думаю, что... Я попробую. У меня как раз такого не было. И мне стало очень интересно. И, опять же, мои любимые пуговки. Интересно, что пуговки двусторонние. Можно выбрать любую подходящую сторону. Девчонки, спасибо вам огромное. Дарили меня с ног до головы. Я даже уже не знаю, что и сказать. Потому что благодарность меня переполняет. Ну, и мне неудобно с другой стороны. Потому что... Ну, так много всего надарили, что я даже теряюсь, честно говоря. Спасибо вам огромное. Я вам действительно очень и очень благодарна. И, кроме подарочков, я еще в этом видео хотела показать свои небольшие покупочки на формуле рукоделия. Я уже сказала, что никаких наборов на формуле я не брала. Так как передо мной не стояла задача купить какой-либо набор. По одной простой причине, что мне просто даже его и класть некуда. То есть наборов у меня очень много. Я уже подумываю даже расхомячиться и какие-то наборы предложить ВКонтакте. Может быть, кто-то заинтересуется и по каким-нибудь демократическим ценам. Ну, посмотрим, как это все выйдет в итоге. Давайте ближе уже к покупкам и к каким-то приятностям формулы рукоделия. Вот такую сантиметровую ленту, о которой мы уже говорили, вот с Викой сидели, рассказывали от фирмы Гелла. Мы получили просто за то, что заполнили анкетку. С этой стороны сантиметры, с этой стороны дюймы. Просто замечательно. Это магнит. В принципе, его можно на холодильнике держать. Он будет всегда под рукой. Надо сказать, что я уже пользуюсь этой сантиметровой лентой в хвост и в гриву и очень-очень довольна. Она настолько удобная. Она компактная, она прочная. Сделана на совесть. То есть, ничто нигде не вихляется, не болтается. Удобство и комфорт этой ленты сантиметровой выше всяких похвал. Даже я не ожидала от нее такого. То есть, я сейчас ей пользуюсь замечательно. Мне очень нравится. Еще я взяла на ярмарке, ну, просто, может быть, в подарок вот заготовки таких органайзеров. Единственное, что я не декупажу. Вот, возможно, их можно раскрасить красками. Ну, это же интересно. Год петуха. Почему бы такие органайзеры не подкупить его? Вот вчера сидела, и что-то мне такое настроение напало. Я решила просто цветными маркерами. Это вот опять из Икеи, те маркеры для покраски тканей. Ну, вот просто раскрасила эту курицу. Здесь вообще просто баловалась. А здесь вот такой веселый вариант получился. Я думаю, что теперь можно это как-то сбрызнуть лаком и уже пользоваться. Надо только поискать какой-нибудь лак для дерева. Хотя, может быть, лак для декупажа взять, попробовать. У меня есть, по-моему. Да. Я думаю, что можно и лак для декупажа. Да? Как вы считаете? Можно ли лак для декупажа? Советуюсь, так как сама в этом дуб-дубом. И еще на выставке я купила парочку таких кабошончиков у кабошон.ру. У них есть сайт. Можно посмотреть, что у них там есть. И один из них я уже я уже попробовала, как это. Сделала микровышивку. Вот. Я выполнила микровышивку на Эдинбурге от Свайгард. Это вот канва равномерного переплетения. По-моему, даже льняная, потому что у нее проглядывают вот эти толстые ниточки. Он по-другому, мне кажется, и не может выглядеть. Она несколько молочного цвета, не чисто белый цвет. Это 36-й каунт. И здесь я вышивала в каждое переплетение. Полукрестом. Нашла вот такой небольшой сюжетец в интернете с цветочком. И решила просто попробовать. Посмотреть, как это все будет выглядеть в кабошоне. Я понимаю, наверное, что цвет кабошона немножечко не подходит к данной канве. Но я думаю, что ничего страшного, потому что он темный, такой больше в бронзу. Я думаю, как первая попытка. Я не знаю, можно что-нибудь еще с этим сделать. Я думаю. Мне кажется, можно еще с этим что-то сделать, что-то добавить. Но я пока думаю над этим. Если что-нибудь появится, конечно, новое, то покажу. А вот это кружево я просто-напросто приклеила вначале в кабошон, а потом уже вот как пинкип сделала эту вышивку. Натянула на картонку с синтепоном и уже вклеила на кружево. Вот и все. Вот такой получился кулончик. Ну, конечно, работать можно было только через лупу, потому что мини-вышивка невооруженным глазом, но для меня вообще невозможно. Я бы не увидела вообще ничего. А так, вот такой кулончик. В принципе, я попробовала, мне понравилось. Так что у меня есть еще заготовочка, надо что-нибудь придумать еще. И еще я взяла небольшой отрез луганы цвет 205 лугану 205 цвет. По-моему, стандартный 50 на 70. Я уже рассказывала, что я взяла всего кусочек. Мне он нужен был действительно под проекты, которые связаны с крикет коллекшн. Сейчас я напомню, какой я уже вышивала. Вот видите, я вышивала, по-моему, это тоже лугана, на вот таком ядовито-желтом цвете. И мне не понравилось, потому что все-таки цвет очень и очень яркий. Вот помните эту морковку-зонтик? Вот она у меня окончательно дошилась. Я вышила здесь бэк, пришила пуговку. Получилась такая морковка-зонтик. Но по идее сама компания предлагает брать более спокойный цвет как основу. И я думаю, что вот этот очень-очень светлый морковный, на камере он темнее, но может быть на ютубе будет так, как на самом деле. Он подойдет. Я думаю, что он подойдет. Я еще вышиваю несколько таких морковок. У крикет коллекшн их там масса. Мне нравятся практически все. Ну, посмотрим, если затянет, сколько смогу, столько вышью. Ну, вот это, пожалуй, все о моих покупках и подарках. Спасибо большое, что заглянули ко мне, порадовались вместе со мной. И я надеюсь, что мы скоро встретимся опять в новом видео. Всем прекрасного рукодельного вышивального настроения и до новых встреч. Пока!